добрый вечер мы давно не встречались со всеми мне казалось что очень давно мы так привыкли часто увидеться в последнее время прямо каждые два дня на несколько дней агрессивные такие молитвы и так далее вернулись к будных жизни будные дней и мы сегодня начнем с вами обсуждать обсуждать и учить новый глава тора мы начинаем заново тора читать читать и учиться читать все что не понимаем учиться все что можем понять и так каждый год мы должны как-то поднять себе количество того что мы понимаем и оставить той количества которые не понимаем меньше и меньше вот это называется учение тора мы сегодня будем обсуждать наши первые главе в пятикнижные тору глава берешит который будем читать с божьей помощи в субботу в синагогу известно что есть такая поговорка еще с большим того как человек стоит и ведет себя во время шаббата берешит такая суббота у него будет в оставшиеся 51 или 53 субботы которые будут вокруг года поэтому хасидов очень четко относились к субботу берешит больше молились больше садили фарбрэнгена больше учились в эту субботу есть такие которые даже не спали весь субботу с исключением ночь конечно во время субботу как выражаешь она что не будет какая-то чувство что можно не быть в состоянии активной жизни вокруг года и поэтому вот эта глава очень-очень важна первая тема который не встречаем в этой главе это сотворение мира сотворение мира и поэтому я сразу начну с первого вопроса хотел что каждого попытается найти ответ сам какая первая речь из десяти речей которые в субботу говорили по сотворение мира указана в нашей главе хорошо интересный ответ посмотрите пожалуйста ваше тору каждого перед вами а не так а что да начало сотворение что то есть какая какая первая речь секундочку давай один каждого по отдельности что а какая какая какой речь тебе вы видите что какой речи вы видите то есть то есть правильно вы говорили кажется в начало правильно говорит владимир фенович было просто более четко смотрел текст вроде бы не написано сразу в начало да да будет цвет а что начинается в начало сотворил всевишнему да а что он сотворил земла небо и земла ну вроде бы первая речь это небо и земла но нет ответ нет это неправильно это было общее начало и как мы будем встречать это когда каждого будет учить сегодняшний главе комментарий раши что да будет цвет да будет растение да будет другой каждого из них это не сотворение это установление то есть всевишнему в начало сотворил весь все что нужно сотворить а потом их расставлять на расставлял на местах расставлял на места то есть когда всевишнему говорит но еще раз когда он всевишнему говорит да будет свет это есть речь которая сотворил свет так она есть но порядок дней которые мы встречаем здесь более точно скажу это правильно порядок дней которые мы встречаем в нашей главе это порядок не их сотворение а а наведение порядок внутри материального мира теперь это более правило когда мы говорим про да будет свет что это за свет который мы говорим что он что всевишнему сотворил мы первые говорили что первые речь который мы встречаем это добудет свет давай почитаем что написано в этом речь и объяснение про него да это в нашей первой главе первые главе и третий пасук третий предложение да воема в севишнему говорил да будет свет и стал свет дальше следующее предложение четвертый пасук ваяк вояк-тое всемишнему говорил всевишно все вишнему увидел что ор прекрасное что что свет прекрасный и всевишном разделил между свет и между то и темноту Вайкро Пятый Вайкро Элухим Ло Оир Йоим И Всевышнему назвал Название Когда есть цвет Как это называется Днем Нет, не день А днем И в Лахошех И когда темноту Кара Лайло Он назвал ее ночью И назвать надо как-то назвать Когда есть свет Это днем Когда есть ночи Это ночь И когда есть темноту Это ночи Вайкро И это один день Замечательно Переходим на четвертый день С отворением Это в приложении Послуг Четырнадцатый Есть? Да Вайой Вайой Мер Элухим Всевышнему говорил Будет Мерот Мерот Это значит Какие-то Звезды Которые дадут Свет Да Береки Ашумай Они будут В небесах Потом будем Если успеем Объяснить что-то Береки Ашумай В небес небесах Это называется Да И они Будут что делать Легавдил Бен Гаю ему Веналайло Разделить Между Днем и ночи Вроде бы уже Разделили Нет В первый день Разделили А? В первый день Разделили Ну да Все-таки В среду Еще раз Разделить Между Днем и ночи Тут есть Два вопроса Первый вопрос А какой свет Был тогда В первый день То есть Это не Эти звезды Которые Вот сейчас Мы говорим О среду Это что-то Другое Уже Вроде бы говорили Что есть Когда есть Свет Это днем Когда нет Когда есть Темноту Это ночи А теперь Мы говорим Что есть Звезды Которые должны Осветить Наши мир И они Что должны Делать Разделить Между Днем и ночи Второй Они должны Бить Знаки Знак К чему Уле Мой Адым Праздник Какие Праздники Ле Ле Мим Дней Считать Вешаним И годы Понятны Вопросы Да Вообще Ну Непонятно Первый Второй Первый Второй А Хорошо Сейчас Пытаемся Разбегаться То есть Первый Когда мы Говорим Да будет Свет В первый День Понятно Что это Не тот Который Будет На четвертый Это Иной Свет Другой Свет Получается Что Четвертый День Уже Эта Свет Не Хватало Уже Не Хватало И Поэтому Сказали Давай Будем Добавлять Сюда Какие-то Звезды Которые Они Будут Давать Нам Свет Да Один Большой Один Маленький Большой Это Солнечный Свет А маленький Это Лунный Свет Хорошо Они Разделяют Между Днем И Ночью Которые Разделения Которые Уже Происходили Которые Уже Происходили Еще Вопрос Непростой Когда мы Говорим О первой И Всевышнему Разделил Между Днем Между Свет И темноту Как можно Разделить Между Свет И темноту Когда Есть Свет Не надо Разделить Ничего Нет Темноту Выключай Свет Тогда Нет Свет Так Как Можно Разделить Темноту Есть Темноту То Есть Свет Так Как Это Понятно Разделит Разделит В каком Виде Разделит Один Ночью Вечером Но Это Не Разделится Разделит Время А Ночь Разделить Можно Разделить Темноту То Мы Поставим Чуть Чуть Свет Тут Ограничение Тут Свет Тут Будет Темноту Это невозможно. Он разделил по времени. Разделил по времени. Разделил по времени, мы говорили, разделил по времени, это позже. Но Всевышний создал свет. Нет, он назвал Всесильный свет днем, но он ночью. Смотрите. Вы хотите сказать, я слышу ваш ответ, то есть вы хотите сказать, что Всевышнему для него это сотворение темнота, это сотворение. Поэтому он сотворил темноту, а потом сотворил свет, и поэтому он разделил между них. Но еще раз, слово разделение в свет, который Всевышнему сотворил, неприемлемое. Можно сказать, он сотворил тму, сотворил темноту, и он сотворил свет. Когда есть свет, нет темноты. Не надо разделить между ними. Но когда есть свет, тогда нет тьмы. А вот в начальном состоянии тьма и свет, это как бы... Хорошо. Для Всевышнему. Для Всевышнему, не для нас. Сейчас, когда мы включили свет, тут есть темнота, только покрашенная. Это того, что вы хотите сказать. Какая-то покрашенная темнота? Нет, Моно. То есть нет темноты? Я не понимаю ответ. То есть, когда мы говорим о физическом сотворении, Всевышнему сотворили физическом сотворении, когда есть свет, нет темноты. Ее нет. Это не надо тут разделить никого. Но он по времени отделил. Время это другое. Время это другое. Еще раз посмотрите. Да, посмотрите. Ваяр, четвертый пасух. Ваяр, Elohim, это ойр, китой. В Всевышнему видел, что свет хорошо. Ваявдель, Elohim. И поэтому он разделил. Бену, ойр, у венахойшек. Он разделил между свет и темноту. И потом, пятое приложение. Ва икро, Elohim. Всевышнему назвал. Ойр, йоим. Свет днем. Хошех, лайло. Темноту, ночи. Разделение дать имя. Да, он говорил, когда будете видеть свет, мы назовем это днем. Когда видите темноту, это значит, что это ночи. То есть, когда мы говорим о солнечном и лунном время, это понятно. Тут не надо нам рассказать ничего. То есть, солнечная пришла, это один сезон. Мы назовем это днем. Мы можем тоже назвать это, да? А когда пришла луна и ушла солнце, то есть, они поменяли места в небесах. То понятно, что это другой сезон времени. А тут какой-то нечто свет, который не есть солнечным, солнечным, а что-то другое, да? Поэтому есть в Раши два комментария. Я довел всех вопросов для того, чтобы увидеть, как Раши строит свой комментарий. В комментариях Раши есть два разных ответа. Каждый из них дополняет другой вариант и оставляет несколько вопросов. за него. Первый ответ, и он главный ответ. Всегда у Раши первый ответ, он главный. То есть, он более приемлемый для всех вопросов. Для большинства вопросов. Что действительно, свет, который был сотворен, первый, он больше духовный, чем физический. Духовный. Смысл свет. Не свет, вот лампочка, не свет солнечный, а святость. Светость. По смыслу свет. Светость. Становится светло. То есть, когда человек говорит, что я живу в темноту, я просто у меня все мрачено. И пришел вот, и осветил меня жизнью. Вот жизни стали, стали как это, жизнегадостные, открытые. Вот это мы называем, посветили меня. Вот, вот, открыли мне жизнью. Свет. Смысл свет. И этот свет работал до среда. Среда в Совершенном угощении, что этот свет не должен существовать открытым, как было во время сотворения. Он должен его спрятать к другое время. Не уничтожать, а спрятать. А теперь, в среду, он заменил это в физический свет, материальный свет, который солнце дает и дает луна. Вот первое объяснение, которое мы найдем в Гаши. Давай мы почитаем это. Я почитаю это. Поэтому, объясняет Раши, Рааху, в Совершенном увидел, что он, кедай, льиштамеш байрешоим, свет который, духовный свет, который он увидел, который он сотворил первый день, он понял, что грешники не должны его получать. Не достойны его. И он отделил его к праведнике, к будущей, к грядущей мир. В чем проблема с этого комментария? Уже не было ни правильности, ни грешников. Ну, он говорил, это на будущее, то есть, этого свет, который я, духовный, который я сделал. Но я, он говорил, я не хочу этого поделиться с человеческим, которое будет недостойно его. Поэтому я сейчас ее спрячу, и я не покажу его. Покажу его, когда будут праведники. Ну, нет, нет вопроса. То есть, вот того, что вы говорите, это хорошо, но, в Совершенном узнан, знал заранее, что будет проблема с людьми. Он говорил, ну, недостойны людей его пользоваться, поэтому я спрячу его. В чем проблема с этого комментария? Причем тут днем и ночью. А где свет был? Таким образом, он комментирует следующее. Папростому, и в основном, как можно объяснить это, папростому. Раоу китойве. Ваену Элой лахой шех, шимештамшим бирбувьо. Каба лезет тхуми байоим, и лезет тхуми балайло. То есть, он сатварил обычный свет. Физический, материальный свет. Не солнечный, другой. Другой. Свет другой. Он просто видел, что когда они просто запутаны между собой, то есть, нет разделения времени. То это, то это. Там темно, там светло. Он поэтому решил, что нет, давай, наведем порядок. Свет ты будешь светить с двенадцать утром, с девяти утром до девяти вечера, а темноту пойдет после. Вот это, который комментировал Раши. Следующий. Когда мы говорим о духовном свете, то тут очень серьезный вопрос, как говорил Яков. так почему ты думал, а потом передумал? Так почему он вообще появился? Если это духовный свет, так зачем его вообще, вообще, вообще показать, вообще проявить его? Ну, в совершенном уже знал заранее, что будет проблем с людьми. Так зачем в первый день такой, такой свет? Духовный такой свет, зачем он нужен? А чего он не убрал плохих? Еще не было, что убирать. Не, ну он заранее знал. Ну да, если он заранее знал, что будет выбор. Решить или не снять? Да, это христианское. А врачок-то это, но написано, что Всевышний создал людей для того, ну, вот людей для того, чтобы они работали над собой, работали над изменением мира. То есть, вот, и создавали жилища Всевышнего в нижних миров. То есть, если он создаст, ну, вот, грубо говоря, всех, ну, всех людей с, ну, одинаково хорошими, праведниками, скажем так, то у них, ну, вот они не будут наработать над собой, не будут ничего изменять. То есть, вот, Всевышний создаст мир, который уже будет, ну, идеальным. Он хочет, чтобы мы поднимались. Я так понимаю. То есть, ответ к этому, я попытаюсь объяснить. Я пытаюсь это объяснить. То есть, начало всего это не материальная жизнь. Начало всего это свет. Что это означает? Когда в Всевышнему, так написано у мудрецов, что сотворение мира и много чего мы можем изучать из поведения, которые сотворенные ведут себе. Потому что мы в каком-то понимании похожи или ведем себе подобно в небесах. Когда мы пытаемся что-то строить, что первое, которое мы должны делать? Понять, что мы хотим. Зачем это надо? То есть, мы говорим, что мы хотим строить какой-то дом. Зачем? То есть, должна быть причина. Первое, мы должны поставить причину. То есть, нам надо что-то. Вот, для этого что-то. теперь, давай сидим, давай планируем. После того, что мы планировали, что мы делаем? Каждый шаг, который мы реализуем этого дома, будет соответствовать его назначению. допустим, допустим, если мы строили дом для семья, в семье должны быть мама, папа, двумя детьми, например, то есть, все должно быть соответствовано этих целей. Должно быть какой-то уголок для мамы, папы. Должно быть кухня, которая готовит для мамы, папы, еще двое. Должно быть место под детей, поэтому она должна быть безопасная, должна быть лестница, или нет, должна быть лестница, должна быть ограждение, не должно быть ограждения. Материалы, которые будут воспользованы, они должны быть практичные или красивые, но они должны быть острые или без какие-то рисковиты для детей и так далее. То есть, каждый шаг должен быть сотворен и сделан соответствующий той план, который был задуман с самого начала. У Всевышнего был план. Какой был план? Что материальное сотворение будет светиться, будет правильное. Оно будет раскрывать от Себьей Творцу. Первый шаг, который он делал что-то, что это было? Той свет, который ожидаем от всех. Вот той свет, который должно быть по итогу, он был запущен в начало. Это основа всего. Комментатор Орахаим, это был очень большой человек, он жил во время большинтов, когда он умер, но он был в субботу, большинтов мил руки, и говорит, ой! Как-то удивились, что такое, он покушал хлеб, он говорил, Орахаим умер. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, потому что есть какие-то знания, касающиеся, в意味е руки, которые передаются только главе поколения. Они у меня появились, когда я помил руки. Понял, что Орахаим уже умер. Он был предыдущий, глава поколения, до большинтова. Очень большой человек. И у него в комментариях, она имеет какие-то оттенки, каббалистические объяснения. И он объясняет это так, что этого свет, он называется раз. Секрет. Поэтому Ор, в гематрия, в цифрам, он, то же количество, вот, цифрам, которые есть в секрет, раз. Это и есть секретный раз, который заложен во всего миру. Где мы его увидим, что это за праведники, к приходу Машеха, он будет светиться. То есть, этого свет, который был запушен, в первый день не исчез. Он спрятался внутри сотворения. Поэтому, он будет раскрываться под вершиной работы в этой материальной жизни. Это в переходе Машеха. теперь будем переходить к нашей той же теме, к которой мы коснулись, к свет, который Всевышний сотворил физический свет. Как мы начали говорить, четвертый день, четырнадцатый приложение. Какой роль имеют Солнце и Луна? Для чего Всевышнему сотворили их? Для чего он сотворили их? Для этого есть три назначения. Первый и главный, так написано в нашей приложении в послуг, мы сейчас почитаем. Первый, что будет в нашем мире свет. То есть, назначение сотворения Солнца была светитна. назначение сотворения Луна светитна. Вторая создать днями. До сих пор, когда Всевышнему говорил да будет свет и очередил свет с темноту, да, он что очередил? он говорил, вот ты будешь там, ты будешь там, ты будешь там. Они не создали дней. Всевышнему создали дней. Он просто говорил, вы будете из такое время до такое время, это будет днем, а вы будете из такое время до такое, это будет ночью. Теперь, с проявления Солнца и Луны, кто создает время? Солнце и Луна. Они начинают делать время. То есть, в определенный сезон года Солнце светит с такой-то количества минуты, а Луна в такой-то количестве минуты, и в другой сезон расширяется количество минуты, которое светит Солнце, Луна, и уменьшается Солнце. Секундочку. То есть, они создают теперь днями. Третье, они создают сезонами. Сезоны они создают. Что зависит от Луна? Месяцами. Не только месяцами, и на будущем, уже говорит Всевышний, праздники. В будущем, когда вы получите Тору, будут и праздники. В связи с этого лунного времени, мы же праздники назначаем по еврейскому календару, по лунному времени. А Солнце что отвечает? Годовой цикл. Год. И кроме года, сезона. То есть, три, три обязательства есть в этих двух сотворениях. Да. Кто-то хотел спросить, да? Мне казалось, да. Ну, у меня вопрос, ну, просто вы говорили, что время, ну, то есть, это творение Всевышнего, так же, как и, ну, пространство, место. То есть, и получается, ну, я просто не понимаю, если Солнце и Луна создают время. То есть, как Всевышний дал им, ну, способности. Ну, он сказал, вот такого по такой. Скажи мне, сейчас поднимутся сразу Климовский и еще Футынский, но тем не менее скажу, не боюсь вас. Когда мы говорим, самое простое объяснение, что время это относительно. Что все относительно по времени, например. Что это означает? Ну, что время для одних идет старт, для других, да. Как это понять? Ну, самое простое, ну, детское объяснение. Что это за детское объяснение? Это не касается ни Луна, ни Солнца. Это определенное пространство, да. Время это не ограниченное по Луне и Солнце, конечно. Это по-другому, измеряется по-другому. Солнце и Луна создают определенные временные рамки в эту планету. Это же так, да. То есть, когда Солнце двигается и Луна двигаются, они определенные времена меняют. Я понял. Есть еще одно очень серьезное изменение, которое делает Солнце. Очень большое. В этом участие Луна, безусловно, но она очень сильно касается к Солнцу. Какая? Время. Они касаются Грия Никитова. Звезды меняются. Зазвезды. Очень большая. Мы знаем, что за звезды, которые астрологи смотрят, не вот этого афериста, который пишет в газете, а нормальный. То это касается по сезонным солнечное время, не лунное время. Это тоже ее, это ее, это ее, это ее, это ее работа. Как это влияет? Это влияет в несколько направлений. Первое, это влияет на характер человека. Человек, который рождается в определенное время, его характер будет склонен в определенный характер. Он говорит, в другой время, в другой характер. Второе, на какие это виды происходят? И тут мы касаемся к следующему абзацу в нашей комментарии. Продолжение следует... Продолжение 14. И что будет, когда они будут разделить между днем и ночью? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это знаки. Что за знаки? Еще знаки, которые написаны на святом языке с исключением одной буквы. ВАВ. Почему? Почему объясняет Раши сразу, когда эти звезды, то есть Солнце и Луна, когда у них есть затмение, это плохой знак для мира. Плохой знак. И посмешиваем, и высмеиваться, при чем тут их затмение и какие-то проблемы? Затмение же Луны и Солнца происходит не чудесным образом, а по их движению. То есть что-то значит затмение Луны, затмение в Луне, что это такое? Да, Земля закрывает, да, тень Земли закрывает свет Солнца. А что это значит затмение Солнца? Обратно. То это происходит раз в какое-то время, вы же знаете, что я очень слаб во всем, что касается календарей и времени и так далее. Но это же известно всем. Это происходит раз в какое-то время, вот это происходит. Ну сколько времени, был сейчас за лекционом, да сказал четко сказать. Ну, это происходит раз в какое-то время. Нет, но меняется. Затмение не строго в определенном. Но высчитать можно за многие века, в периоды назад. Если это не в определенное время, то нельзя считать. Нет, оно не... Если можно считать, значит в определенный. Это никакого периода нет. Периода нет. Еще раз говорю, период календарь нет. Но математический ход есть. То есть, это в определенное время, не в определенный день в неделю и днем в месяц. И даже минута в минуту. Не понимаю, что ты говоришь. Вообще не понимаю. Еще раз. Если можно считать, значит можно минута на минуту. Нет? Нет? Значит можно считать. Значит есть время. Время не такое, которое 9 апреля каждые 19 лет будет. Я понимаю. Но время есть. Время не календарное. Время-время. Математическое время. То есть, ее есть. Придем, который устроен из 60 секунд. И 60 минут в час. И часы 24 часа в сутку. И дней в календар. Ну понятно, что есть время. То есть, получается, что это вроде бы никакого чудесного проявления. Никакие-то наказания и сверху. Это нормальное проявление. Так как можно вообще говорить, что в затмении, ну, ну, есть таких-то проявлений. И затмение солнца других проявлений. Причем это проявление. Это же просто так ходит по миру. Я рассказал это несколько раз. Расскажу это еще раз. Потому что это каждый раз. Тех, которые слышали, реально это удивительно. Для меня это было большое удивление. Я всегда и до сих пор уверен, что большинство тех, которые называются биоастрологи, это аферисты. Уверен. Большинство из них аферисты. Ничего не понимают, о чем они говорят. Просто слышали какие-то карты с бюстом и решили играть. Но в этом случае я присутствовал в Нью-Йорке, когда я учился у Рябе. Был бомж израильтян. Шло мус-бали. Кстати, я видел его недавно. До сих пор живой. Слава Богу. Он был бомж, но гениальный человек. Гениальный план, что он мог цитировать того, что я знаю. Газеты, кто писал, когда писал, с начала создания государства Израиль и до сих пор. То есть память неимоверная. И мы сидели, как любые студенты, имеют очень много времени и очень много терпения и очень много развлечений хотят в жизни. Мы сидели за столом, завтракали, и он присоединился к нам. Он был забавный человек. И были мальчики вешивы, которые приняли его в гостях у себя, в комнатах, в номера. Он кушал с нами. Он такой интересный человек был. И он завтракал с нами. И мы начали прикаливать его. И он говорил, что он способен. Он учился в библиотеке в Нью-Йорк. Библиотека Бруклин. Очень большая библиотека. Несколько библиотеков. Бруклин одна большая. Он учился. Все книги, касающиеся ход звезды, астрология. И он может сказать четко характера любой человек. Признание его обычной даты рождения. То есть не еврейский календарь, а солнечный календарь. Григория. И время сутка, когда он родился. То есть несколько минут он будет сидеть, поделать расчеты, и он скажет, какой человек это. Какой характер у этого человека. Мы, конечно, очень сильно посмеялись. Ну, не думали, что это возможно. Мы были там, по-моему, 15 человек. И начали бросать даты рождения и время, сидя за столом, не каждый свое, а каждый другой. И он мог определить, кто это. Он просто начал говорить, он не знал, чье это. Он просто слышал дату и сказал в эту дату, в это время, какой характер. И через 3-2-3 минуты все перестали смеяться. Он просто описал человек. Кстати, много лет после, сейчас он, наверное, меня не узнал, все-таки я уже не в той, не той вид, который был тогда. Он всегда, когда встречал меня, он не помнил вообще мое имя. 18 апреля 75-й год. Вот так. Спустя там 10 лет. И он, и когда, когда ты видишь такое, ты начинаешь уважать. Но что, что сказать? Он же не праведник и не прикалываешься какой-то праведник. Он не прикалываешь какой-то магический человек. Он говорит, что я обычный человек. Он говорит, я бомж обычный, обычный человек. Просто учился это в книгах и я вам говорю того, что я знаю. Вводи без совпадает того, что вы говорите, да? Ну, ты начинаешь это уважать. И он тогда нам говорил, что совсем уважение, он говорит, мало уважения, но совсем уважение вот этих описаний в газеты о предсказаниях о будущем. Он говорит, я не понимаю, как это работает. Мне кажется, это вообще какой-то аферизм. Но, вот видите, что это как-то серьезно обесказывается на людей. И мы знаем, допустим, такую историю, которая была у Раби Акива. Раби Акива, ему сказали астрологи в его время, в его время, Раби Акива был очень-очень большой человек, очень умный человек, был большой мудрец и праведник. И он рассказывал, написано это в Мишну, что астрологи говорили ему, что мы видим в звезды, что в день свадьбы твоя дочь она умрет. И он очень нервничал и ждал за ее комнату за брачной ночи с нетерпением к утрам. Она вышла утром, он очень-очень сильно обрадовался и как-то тихонько спросила, дочь, ты что-то видела, что-то странное? Она говорит, да, я законка, у них не было как у нас мебель, все, да, законка я вставила в стену, ну, наверное, это была стена, которая построена как в Иерусалим, старый Иерусалим, камушки такие, которые закрыты друг за другом с какой-то цементом, виды цементом, который был в Иерусалим, я вставила там заколка, когда вынимала заколка, вышел с этого заколка ядовитая змея, выходит, что жизнь меня, моя заколка спасла, вот, если нет, Бог знает, что было, и он говорит, дочь, ты что-то делала вчера хорошего? Она говорит, да, была свадьба, всегда в еврейской свадьбе устроили пир и для бедняка, был особый стол для бедняка, и любой человек, даже не из гостей, мог подходить и покушать, но я видела, когда все были в веселье, что какой-то человек ходит наружу, наружу и не собирается заходить, я поняла, что это бедный, который ему очень стыдно заходить, и я тихонько взяла моя тарелка, отдала ему, и он покушал и ушел. Говорит ее, рабе Кива, об этом говорили мудрецов, цдака спасает от смерти. То есть, об этом говорит рабе, вот, когда он объясняет вот это приложение в Тору, во время затмения луны написано, что это время опасно для евреев. Почему? Потому, что это время луны, это похоже на евреев, мы всегда знаем, что это параллель есть такой, и когда она уменьшается, написано, например, что неделяется с пятнадцатого числа до первого числа следующего месяца, неделяют свадьбы, неделяют счастья, а делают свадьбы с первого числа до пятнадцатого, когда луна дополняется, и так далее. То есть, это время нехорошее для евреев. Солнце это параллель к неевреям, вот, стабильная физическая жизнь. Поэтому, когда есть затмение солнца, время нехорошее для всего остального мира. Это означает, что это время, которое человек должен первым быть осторожным, не делать глупых шагов, не рисковать, не делать какие-то плохие шагов, не дразнить то, что называется дразнить судьба. Во-вторых, склонности. Говорит Ребе, есть склонение, какое желание появляется у человека вести себя. Во время, когда есть проблемы в солнечное время, надо быть очень опасным, вести себя правильно, больше удержать себя в руки. А для нееврея, во-вторых, когда есть проблемы с солнцем, то есть они влияют на наше поведение и на наша судьба.